МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стоит ли бороться за любовь мужчины, который возил тебя в багажнике автомобиля, чтобы утопить в карьере? В этом пришла разобраться Екатерина Гавришевская. Меня зовут Катя Гавришевская. Я из места Олександрия Кировоградской области. Мне 28 лет. У меня муж в тюрьме. Он плохой человек. Он поднимал на меня руку, когда я была вагитной. Убитно за дочку, что связалась с таким. Третья судимость. Это ужас. Катя тут, чтобы был совет, что делать? Чего ждать, чего не ждать? Я думаю, он изменится. Надеюсь. Очень хотелось после этой программы просто помириться. У нас же общий сын. Мы должны быть друзьями, а не врагами. И мне вообще бы хотелось помириться с мамой. Мы постоянно ссоримся, постоянно скандалы какие-то. Друг друга не понимаем. Она не ходит в гости до своих внуков, до своих детей. И мне очень хотелось, чтобы мама начала по-другому жить. Я думаю, она почует, и все будет хорошо. Встречайте, Екатерина Гавришевская. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу, присоединиться. Что вас к нам привело? У меня очень недружная семья. Я бы хотела, чтобы мама услышала меня, поняла, что я ее люблю и желаю самого лучшего. Тогда давайте познакомимся с людьми, которые сегодня будут вас поддерживать. АПЛОДИСМЕНТЫ Мама Алла. Дядя Иван Николаевич. Бабушка Александра Збитровна. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы бабушка по маме или по папе? Бабушка, папина, мама. Правило знаете? Да. 21 вопрос, 250 тысяч гривен. Все вопросы поделены на блоки. В первом блоке 6 вопросов и фиксированная сумма 5 тысяч гривен. Можем начинать? Да. Скажите, Анна, вы действительно считаете, что у вас все так плохо в семье, что нужно было приходить на детектор лжи? Да. Мы ничего общего не находим с ней дома. Ссоры, ссоры и ссоры. Почему ссоритесь? Ну, даже когда я выходю на улицу, дверьами не так хлопнула. И тихонечко же выходю. И тут же сразу же она начинает на меня кричать. Вы на маму орете, потому что она дверьми не так хлопнула? Да, там очень хлопают двери у нее дома. Она живет с нормальным мужчиной, который может починить эти двери. А вот мне просто интересно, каким образом детектор лжи поможет вам уважительно относиться к маме? Я к ней очень уважительно отношусь. Конечно, только если она дверь громко закрыла, вы ей все высказываете. А так, в принципе, очень уважаете. Откуда вы приехали? Из города Александрий, Кировоградская область. Кем работаете? Сейчас в декрете. Внимание, вопрос. Вы удивились, когда насильники завезли вас в темный лес, чтобы склонить к сексу, но, увидев ваше лицо при свете фар, предпочли сбежать. У меня у парня был день рождения. Нам на то время всем было лет по 17, 18, 19, где-то так. Мы крепко выпили. И я говорю, я пойду по сигарете. Там был недалеко ларечек. По пути я бежала и подвернула ногу. Я упала, я полностью счесала себе лицо, левую сторону. У меня был просто шок. Я очень плакала. Я выбежала на дорогу, начала тормозить любую машину. Остановилась какая-то машина, за рулем были какие-то два парня. Я просто открыла дверь и впрыгнула туда. Я говорю, отвезите меня домой. Я начала курить, музыка громко играла. И смотрю, везут не домой, совсем не по той дороге, в лес. Они видят неадекватное, наверное, какая-то дура, я не знаю. Ну и говорят, раздевайся. Я начала просить, умолять. Не надо там туда-сюда. Было темно, естественно. Они включили фары. Говорят, посмотри на лицо. Посадились в машину и уехали. Я с леса тогда еле вышла. Домой дошла. Вы знали об этом? Нет. Только первое слышу. Ну, садину я бачила. Спрашиваю ее. Ну, у нас сказала, что она упала. А такое ничего не рассказывала, что это так. Как раз, завтра выпускный же ж. Все же готовы, платье, все же готовое. Ну, мы придумали очки взяли. Такие красивые очки. То все сошло очень хорошо. А когда вы начали употреблять спиртные напитки? Рано. В классе в девятом. Где-то так. И часто вы выпивали? Нет. Очень редко. Внимание, вопрос. Правда, что в городе у вас репутация девушки, которая любит допивать остатки алкоголя за посетителями? Посетителями. Правда. Это... Че? Что это такое? Правда. Правда. Ну, были мы однажды в баре, и... Нас не хватило алкоголя. Нам пришлось допить после посетителей. В смысле? До чего вам не хватило алкоголя? До полной кондиции. А интересно, вот как вы понимаете, что уже все, допивать за посетителями хватит? Когда подружка силой садит меня в такси. То есть даже еще по пути в такси вы умудряетесь допивать, но когда она вас уже посадила в автомобиль, тут вы прекращаете это делать, да? И часто вы это делаете? Да. Интересно, когда там кто-то говорит, ну вот с Катей вчера ходили. С какой Катей? Ну вот с той Катей, которая допивает за всеми. Ну или как о вас говорят? Так и говорят. Вы алкоголичка? Нет. В какой-то мере, да. И вы с этим ничего не делаете? Делаю. Сейчас стараюсь не употреблять алкоголь. Только по праздникам. Когда последний раз пили? Недели три назад. Александра Дмитриевна, а вы внучку алкоголичкой считаете? Нет. Ну так я ж не вижу, когда не пьют. Это было, конечно, редко, но... А я их мало бачу. Когда прицать у их гости. Погостю их. Все. А вопионный май. Иван, а вы что скажете об этом? Она к нам в гости приходит с детьми. Но у нас такого там кофе, чай попить, у нас такого нету. Анна, вы знали о том, что ваша дочь в какой-то мере считает себя алкоголичкой? Ну это, конечно, слишком. Она любит пиво. Ну она говорит о том, что у нее с этим проблемы. А вы эти проблемы, как я понимаю, очень успешно игнорируете. Да нет, все нормально, просто пиво любит. Нет, конечно. За это сильно руаемся. Внимание, вопрос. Вы убеждены, что превратились в алкоголичку благодаря матери, которая вас с детства спаивала пивом? Да. Это правда. Мама всегда считала, что пиво дается ребенку для аппетита. Да, это так было. Из какого возраста вам пиво для аппетита давали? Пока я была маленькая, до 7 лет, я тоже для аппетита немного получала. Ну нет. А когда вы ей пиво для аппетита начали давать? Я в школу ходила бы же. И то, как давала. Села там кушать, и она... Потому что, мам, дай. Ну пиво иногда ребенку можно дать. Вы сейчас серьезно со мной разговариваете? Ну там дрожжи, аппетит же у ребенка появлялся. Ну это называется, что я проучила ей до пива. Получается, вы собственными руками сделали из ребенка алкоголичку. А весь ужас этой ситуации в том, что вы этого даже не понимаете. Я думаю, что вот вашими рекомендациями надо воспользоваться в детских садах, где дети плохо едят. Действительно, перед обедом ребенку налить бокальчик пива для аппетиту. Ну буду мечтать, что я и приучила до пива. Знаете, если с детства прививать у ребенка любовь к пиву, то ругаться потом за то, что ребенок напивается, ну, мне как-то кажется неправильно. Скажите, брат с сестрой, к чему мне захотели приехать? Они посчитали, что им здесь делать нечего. Александра Дмитриевна, а вы как относитесь к тому, что ваша невестка внучку спаивала? Я в этом не касаюсь. Отец с нами не живет с шести лет. Я шла в первый класс, у меня был отчим. И бабушка по минимуму общалась с мамой, только я хожу туда в гости к ней. Скажите, а где ваш папа? Он дома. Он проживает с бабушкой. Почему он не здесь? Потому что он против. Он очень ругался и вообще выгнал меня с дому из-за того, что я бабушку притащила сюда. Бабушка старенькая, нечего ее таскать по поездам. Почему развелись? На пивзаводе работал и стал потреблять алкоголь. И хорошо потреблял. Три бутылки в день. Утром бутылка, в обед бутылка, вечером бутылка. Так и был. Он постоянно пьяный был. Внимание, вопрос. Увидев, как отец тушит окурок о глаз вашей матери, вы так переволновались, что сами начали курить? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok